Всем привет меня зовут Яна и сегодня у нас биология тема урока рефлекс компоненты рефлекторной дуги что такое рефлекс рефлекс это ответная реакция организма на изменение внешних или внутренних факторов осуществляемая с помощью нервной системы рефлекс это элементарная единица нервного действия путь нервного импульса при осуществлении рефлекса это рефлекторная дуга то есть нервный импульс в результате осуществления рефлекса проходит по рефлекторной дуге давайте посмотрим как устроена эта рефлекторная дуга рефлекторная дуга состоит из трех главных компонентов первый компонент это чувствительный или афферентный нейрон он воспринимает информацию из окружающей среды или из внутренней среды. Воспринимая эту информацию, нейрон генерирует нервный импульс. Нервный импульс от чувствительного нейрона по его отростку пойдет к вставочному нейрону, ассоциативному. Ассоциативный нейрон, в отличие от чувствительного нейрона, располагается уже в центральной нервной системе. То есть тело чувствительного нейрона расположено в центральной нервной системе, в спинном мозге, как на данной картинке, или же в головном мозге, если речь идет о сложных рефлексах. Далее нервный импульс от вставочного нейрона будет передаваться на двигательный, моторный или эфферентный нейрон. Тело эфферентного нейрона также располагается в центральной нервной системе. Нервный импульс от двигательного нейрона достигнет рабочего органа, вызывая изменения в нем. В данном случае мышца сократится, человек одернет палец от колючего предмета. Как мы можем классифицировать рефлексы? Есть классификация, предложенная русским нейрофизиологом Павловым. Рефлексы делятся на безусловные и условные. Смотрите, безусловные рефлексы, они врожденные, передаются по наследству. В то же время как условные рефлексы, они являются приобретенными, по наследству не передаются. Рефлекторные дуги для безусловных рефлексов постоянные, человек с ними рождается. В то же время как рефлекторные дуги условных рефлексов непостоянные, они возникают и на самом деле разрушаются в течение жизни человека. Безусловные рефлексы одинаковы у особей одного вида, в то же время как условные рефлексы индивидуальны. Безусловные рефлексы приспосабливают человека к постоянным условиям среды, обеспечивая его базовое выживание, в то же время как условные рефлексы приспосабливают к меняющимся условиям среды. Давайте посмотрим, какие бывают виды безусловных рефлексов, как их можно классифицировать. Они бывают простые, например, пищевые, оборонительные, половые, висцеральные, сухожильные. Бывают сложные. Это уже совокупность безусловных рефлексов, лежащих в основе такого сложного поведения, как инстинктивное поведение и проявление эмоций. Кроме того, существует ориентировочно-исследовательские рефлексы, позволяющие человеку, да и животным ориентироваться в новом пространстве, в новой местности. Совокупность безусловных рефлексов – это так называемая низшая нервная деятельность. Для рефлекса существует нервный центр. Это некое объединение нейронов, предназначенное для выполнения определенного рефлекторного акта. Как правило, это объединение нейронов находится в центральной нервной системе, в спинном мозге или в головном мозге. Состоит из вставочных и двигательных нейронов. Нервный центр рефлекса является сложной, многоэтажной, многоветвистой структурой. Благодаря наличию нервного центра существует обратная связь о том, была ли выполнена заданная команда тем органам, к которому эта команда была адресована. Теперь давайте поговорим про условные рефлексы. Условные рефлексы тоже можно классифицировать. Условные рефлексы можно классифицировать по характеру ответной реакции. Они бывают двигательные, бывают секреторные. По биологическому значению – пищевые, оборонительные, ориентировочно-исследовательские, а также по порядку возникновения. Ну, например, исследовательские рефлексы возникают одними из первых. Совокупность условных рефлексов – это основа высшей нервной деятельности человека. Как формируется условный рефлекс? Академик Павлов изучал формирование условного рефлекса вот на этом модельном объекте, на собаке. Ее так стали называть спустя времена собака Павлова. Смотрите, что он делал. Во-первых, он показывал собаке безусловный раздражитель – пищу. Но не только показывал, давал ей эту пищу. Собака съедала пищу. Во время поедания пищи у нее выделялась слюна по безусловно рефлекторному механизму. Слюноотделение на попавшую в ротовую полость пищу – это безусловный рефлекс. Далее собаки демонстрировали лампочку. Выделение слюны не происходило, что в принципе закономерно. Далее, прежде чем дать собаке пищу, ей показывали включенную лампочку. Спустя какое-то время слюна у собаки начала выделяться просто в ответ на включенный свет, на включенную лампочку без воздействия на ее ротовую полость пищи. Как можно объяснить вот это вот явление? Смотрите, в основе формирования условного рефлекса лежит то, что принцип того, что условный раздражитель лампочка подкрепляется безусловным раздражителем, в данном случае пищей. Мы говорим по-прежнему про этот эксперимент. И получается, что в центральном отделе нервной системы, в головном мозге, между центрами, связанными с пищевым поведением, и центрами, связанными с восприятием света от лампочки, формируется временная связь. Вот она. И получается, что предъявление условного раздражителя лампочки вызывает передачу нервного импульса по рефлекторной дуге, в том числе от центра, воспринимающего свет лампочки, к центру, связанному с пищевым поведением. И уже нервные импульсы от центра, связанного с пищевым поведением, дойдут до слюной железы, выделится слюна. Не забывайте о том, что эта связь временная. И если постепенно, после того, как показывать собаке лампочку, не давать ей пищу очень-очень долгое время, то эта связь разорвется. Условный рефлекс угаснет. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке.